Как повысить доходы консолидированного бюджета и не допускать долгов по зарплате? Обсуждали сегодня на заседании межведомственной комиссии. 765 миллионов рублей должны в бюджеты различных уровней организации за пользование земельными участками, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. Муниципалитетам надо активнее взыскивать долги, обратился к руководителям глава Чуваши. В качестве примера не очень эффективной работы в этом плане Михаил Игнатьев назвал ситуацию с невыплатой заработной платы бывшим сотрудником Волжской текстильной компании, группы компаний САВА. В отрешении арбитражного суда есть в Чувашской республике по акционерному обществу Волжская текстильная компания. Сумма заложенности почти 186 миллионов рублей. Это по городу Чебоксары. Вот общая сумма заложенности это практически 50%. Это группа компаний САВА, да? Все это еще хвосты до конца не почищены. Ну, можно сказать, почти, наверное, мы там ничего не вернем, я так полагаю. То есть, все по закону, обанкротили, увели активы, соответственно, долги оставили перед бюджетом. При этом глава республики считает, что нельзя допускать, чтобы невыплаченные долги различных организаций становились бременем для районных и городских бюджетов. Надо искать все законные способы, чтобы долги отдавал тот, кто их сделал. Управляющая отделением Пенсионного фонда России по Чувашии Роза Кондратьева рассказала, что рост заработной платы и полнота оплаты пенсионных взносов сохранились на высоком уровне. На 1 мая задолженность по выплате заработной платы в Чувашии 2 миллиона рублей. Среди регионов ПФО это самая низкая цифра. Однако есть и нежелательные тенденции. Рост начисляемых зарплат предприятия обеспечивают за счет сокращения численности работников и перехода на серые схемы оплаты. Наибольшее количество таких работодателей в Ядринском, Бресинском, Янтиковском районах и в городе Чебоксары. Заработная плата это один из индикаторов развития экономики. Вот за март, за три месяца текущего года у нас в реальном секторе экономики заработная плата увеличилась на 12%. То есть это выше инфляция и выше, чем в среднем по республике. Поэтому я не могу сказать, что ситуация она неоднозначная. Глава Чувашии обратил внимание, что при получении заработной платы по серой схеме страдает прежде всего работник. А в связи с изменением пенсионного законодательства только честная зарплата может гарантировать неплохую пенсию в будущем. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.